Приветствую вас. Я бы отразил, выразил, вот, ваше внешнее, значит, проявление, ваше внешнее проявление, да, то есть усталость, вот это вот, значит, такое непринятие себя, да, то, что вы кажетесь сами себе некрасивой, там, и так далее. А я бы выразил это как отражение того, что происходит в вашей жизни сейчас. То есть, возможно, мы говорим о некой неудовлетворенности того, что вы делаете. Возможно, мы говорим о эмоциональном выгорании, возможно, мы говорим о подавлении себя, своих желаний, своих потребностей. Возможно, мы говорим о таких вещах, как кризис. То есть, некий такой возрастной кризис, когда накоплены вокруг вас изменения, накопленные вокруг вас обстоятельства, подошли к некой такой критической точке, когда пора что-то менять. То есть, внешность как отражение внутреннего состояния. Вот как вам сказал один из моих коллег, значит, что он, вот Александр Пиденко, что это действительно состояние, а не ваша внешность, да, или другие причины. Ну, то, что организм начинает меняться, и помощи от природы уже меньше, и нужно самой поддерживать свое чему-то самочувствие. Вот, это уже больше вариативность некоторая, скорее, да, то есть, тут нужно смотреть так, это не так, разбираться. Вот, психологический аспект тоже важен. Вот, ну, дальше коллега пошел уже в определенные, так сказать, конкретные моменты, я на них сейчас заострять внимание ваших не буду. Вот, и что-то сказал другой коллега, другой Александр, вот, то, что он произошло полгода назад, значит, шапнуло вашу самооценку. Вот, вы знаете, я, естественно, не знаю того, что произошло с вами полгода назад, да, вот, но предполагаю, предполагаю, что у вас была некая модель поведения, вы ее придерживались, модели этой поведения? И получали результат. А потом столкнулись с тем, что ваша модель поведения, алгоритмы поведения, когнитивные карты, как это говорят, то есть, привычные схемы поведения, проявили свою полную неэффективность. Ну, может быть, человек вас не принял, который понравился вам. Вот, вы думали, что вы красивы, да, вы думали, что вы неотразимы, а человек, которому вы испытывали симпатию, вас ответ. И вы такая, о, а я, оказывается, могу, там, например, ну, не нравится, да, я могу, там, чего-то не достигать, я могу чего-то не добиваться, я могу что-то не получать. Из того, что хочу. И вот эти моменты, они и составляют ваше состояние. Это просто в качестве примера наиболее приближенного к тексту вашего вопроса. Потому что, ну, понятно, что могут быть другие аллегории, могут быть другие, так сказать, интерпретации того, что с вами происходит. Но если полгода назад вас устраивало, как вы выглядите, значит, как вы себя чувствуете, а потом перестало, ну, значит, прострация, то есть не получается у вас достичь того, чего вы хотите. И попытки поменять внешность, ну, это как бы очень поверхностная такая работа. Трудно подумать, чем вы не удовлетворены конкретно. То есть, что стоит за непринятием себя. То есть, что стоит за непринятием внешности. Что чувствуете? Ну вот, вы выглядите некрасиво, непривлекательно. Кто сказал, что не красиво, кто сказал, что не привлекательно. Как вы сами это ощущаете? С чувствами нужно разбираться. Вот вы говорите, уставшая. Ну и что? Все уставшие. Вы правильно работаете. Может быть, не заботитесь о себе. Может быть, так вам подсознание подсказывает, что пора меньше работать и больше заботиться о себе. Понимаете, в чем дело? Я, конечно, этого не знаю. Конечно, мы не знаем, что у вас происходит конкретно. Мы не можем этого знать. Но, как бы, психологическая подоплека, вот, как мой коллега сказал, да, там, спорт, питание, лекарства, какие-то, витамины, вот, это безусловно. Но мы-то психологи, вот, поэтому, как бы, я говорю только о психологической стороне. Предполагаю, что свое питание и свой образ жизни вы сами, как бы, скорректируете, ну, так, как вам нравится, как вам удобно и не будете себе вредить. Вот. Значит, анализ того, что произошло полгода назад, анализ чувств, то есть, что чувствовали, что чувствовали тогда, что чувствуете сейчас, вот. И, соответственно, исходя из этого, выявление ваших желаний, потребностей и построение алгоритмов реализации этого самого желания, этой самой потребности. Потому что, ну, очевидно, что ваша внешность за полгода не могла измениться настолько, что вы внезапно перестали себе нравиться. Ну, если только у вас не было каких-то серьезных таких происшествий, да, там, вроде аварии, там, драки, не дай бог, несчастного случая и так далее. Ну, вряд ли. Ну, тогда, я думаю, вы бы говорили немножко по-другому. Опять же, могу ошибаться. Могу ошибаться. Может быть, у вас произошло именно это. Но это уже гадание. Психологи гаданием не занимаются. Значит, по поводу того, что вы, постоянные попытки изменить внешность, попытки зачем менять внешность, ведь раньше вы себя устраивали, не дают никакого результата, а какого результата вы хотите добиться? Вот конкретно. Что будет у вас с вашими чувствами, когда вы добьетесь результатов? Что будет? Понимаете? Подумайте, анализируйте, пофантазируйте. Представьте себе это. Ну, будет, может быть, немножко понятнее. Так, значит, подскажите, как изменить это состояние? Ну, понимаете, если говорить буквально, то вам вот в целом красоты. Это если буквально. Если, как бы, с психологической точки зрения, то непонятно, какое у вас состояние. Недовольство собой – это сигнал. Сигнал о том, что нечто в вашей жизни выходит из-под контроля. Что именно выходит из-под контроля? Ну, понятное дело, нужно выяснять. Вот когда будет это ясно, тогда можно будет и давать рекомендации, как изменить это состояние. В принципе, некоторые рекомендации я вам уже дал. Но там более конкретные, более детальные можно будет дать после анализа вашей проблемы. Мало слишком информации для такого серьезного вопроса вы даете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. А если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи!